На работу в силовое ведомство. В Центре занятости населения сегодня прошла традиционная ярмарка рабочих мест. Свыше 20 гражданских и служебных вакансий презентовали 6 окружных и федеральных ведомств. Список потенциальных работодателей довольно внушителен. Центр государственной инспекции маломерных судов, военный комиссариат НАУ, отдел вневедомственной охраны Росгвардии, войсковая часть 12-403, управление МВД по округу и Центр хозяйственного сервисного обеспечения управления внутренних дел по НАУ представили 24 вакансии. Самый большой перечень у армейцев. В войсковой части сегодня требуется инженер-программист, делопроизводитель, водитель автомобиля, заведующий клубом, аптекарь и врач-терапевт. Вот, допустим, медицинская сестра какое образование должно иметь? Начальное, среднее? Среднее образование по данному профилю, причем обязательно по лечебному делу. То есть медицинская сестра, допустим, хирургическое направление нам не подойдет. Только по лечебному. Вакансии предоставляются с социальными... Да, да, конечно. То есть по федеральному законодательству? Полностью. А водитель автомобиля какие категории? Да. Индивидуальное собеседование прошло с каждым претендентом на ту или иную вакансию. А есть, возможно, совмещение? Совмещение есть. Если будете успевать и там, и там, почему бы не? Я сейчас покажу наш ярмарок. Только в прошлом году в Нарьанмаре прошло семь подобных ярмарок. Интерес к ним традиционно большой. Анонс о каждой встрече предварительно на официальном сайте центра. В прошлом году было семь таких мероприятий. В этом году запланировано восемь. Ну, работодатели, как правило, отзываются. То есть мы стремимся отобрать именно тех работодателей, которые предоставляют большое количество вакансий. Таким образом, это и им удобно, и безработным. То есть они могут за сравнительно небольшой промежуток времени провести собеседование с большим количеством потенциальных своих работников. Ну и, соответственно, закрыть кадровую проблему. Ну, безработные, скажем так, граждане тоже проявляют большой интерес. Мы стремимся привлекать как состоящих у нас на учете официально в качестве безработных, так и всех желающих, чтобы, так сказать, решать проблему с занятостями в регионе. Сегодняшняя ярмарка вакансий собрала рекордное количество посетителей. По оценке центра занятости, собеседования с потенциальными работодателями прошли свыше ста претендентов. От самых юных до людей зрелого возраста. Преимущество, конечно, было у тех, кто предоставил на собеседование свое резюме. Впрочем, последнее слово за работодателем. Сегодня мы на наше мероприятие пригласили силовиков. Это мини-ярмарка вакансий. Нас посетили работодатели и около ста человек безработных граждан. На нашу мини-ярмарку сегодня пришло большее количество граждан, чем мы ожидали. Поэтому можно сделать вывод о том, что данные вакансии востребованы у соискателей. Такие мероприятия у нас проходят периодически в течение года. Можно смотреть информацию на нашем сайте и знакомиться с новостями. В центре занятости уверены, что ярмарка – хорошее и, главное, честное подспорье при поиске работы. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».